Всем привет, дорогие друзья! Сегодня разбираем пиксельную инди-адвенчуру под названием Red Bow. Уж не знаю маркетинговый ход или совпадение, но из-за схожести в названиях у меня сразу же возникла ассоциация с легендарной Friend Bow. Причём и там и там сюжетная завязка начинается с пресловутой девочке, нежданно-негаданно попавшей в мир духов. Хотя, если подумать, то отправлять слабых и беззащитных созданий в самые опасные и смертоносные места стало уже неофициальной традицией всех сценаристов и режиссёров, так что чего это я тут удивляюсь. Но, к счастью, не это главное. Впереди нас ждут три самобытные, но связанные общим сюжетом истории, решить которые под силу только нам. Ведь мы – своего рода арбитр, судья, решающий вопросы мира мёртвых, заблудших душ, застрявших в своих воспоминаниях между жизнью и смертью. Почему вопросы взрослых решают именно дети? Ответ прост. Только чистая и непорочная душа способна искренне и непредвзято смотреть на вещи. И даже в этом случае сделать действительно правильный и справедливый выбор бывает совсем непросто. Путешествуя по различным местам мира теней, мы будем сталкиваться с людьми, ставшими монстрами и с монстрами с человеческой душой. Мы будем разбираться с их нелёгкими судьбами, пытаясь положить конец их страданиям и своим странствиям. А в конце нам предстоит понять, что мир не делится на чёрное и белое. В каждом плохом есть крупица добра, а в каждом хорошем имеется зло. И помогая заблудшим душам, в конечном итоге мы поможем самому себе. В плане геймплея игра представляет из себя двухмерную пиксельную бродилку с видом сверху. Что-то похожее вы могли видеть в легендарных Undertale, One Shot, либо же сказочной To The Moon. Исследуя локации на предмет новых мест, полезных вещей и интересных персонажей, мы постепенно будем подталкивать историю к её логическому завершению. При этом никаких сложных головоломок, зубодробительного пиксельхантинга, либо же тон рукописного текста. Всё кратко, аккуратно и интуитивно понятно. Вот только не дайте этой внешней простоте и визуальности ввести себя в заблуждение. У каждой истории три возможные концовки ровным счётом, как и у самой игры. Плохая, нейтральная и хорошая. И скорее всего, вам не удастся получить хороший финал с первой попытки. Придётся переигрывать снова, уже более вдумчиво и с вниманием к мелочам. Но поверьте, это того стоит. Упущенные детали позволят взглянуть на историю под другим углом, открывая новые, порой неожиданные факты. Что касается графики, то здесь она не играет значительной роли, уступая место сюжетной составляющей. О музыке я тоже упомяну лишь вскользь, поскольку особо запавших в душу композиций мне не встретилось, да и мало их было, если честно. В итоге Red Bow представляет из себя небольшой инди-проект с упором на повествование и повторное прохождение, события которого уходят корнями в японскую мифологию и фольклор. Своего рода Undertale в миниатюре. Приятная история на вечер, для ценителей жанра и просто игр со смыслом. А у меня на этом всё. Спасибо всем досмотревшим до конца. Играйте только в хорошие инди-игры. С вами был канал Играриум. До новых встреч!